14 августа одна из главных звезд Беллатор Гегард Мусаси уверенно защитил свой пояс чемпиона и судя по всему в ближайшее время он не намерен его кому-либо уступать. В разное время Гегард становился чемпионом почти в каждом большом промоушене в которых выступал, а именно Dream, Strikeforce, Cage Warriors и Беллатор. Также он дрался в гран-при Pride и был в одном-двух шагах от титульника в UFC, но внезапно находясь в топ-5 перешел в Беллатор, так как Скотт Кокер предложил ему более жирный контракт. И сегодня мы вспомним лучшие бои Лавсоснов и все его чемпионские подвиги, которые по праву может считаться одним из сильнейших средневесов нашего времени. До перехода в Pride Мусаси колесил по миру и дрался в различных известных и не очень лигах, а также прыгал по весу выступая в среднем и полутяжелом весах. В июне 2006 он принял участие в гран-при полусредневесов на турнире Bushudo 11. На первой стадии ему попался олимпийский чемпион под дзюдо, японец Макото Такимото, который очень ровно ворвался в ММА и имел статистику 2-2 при этом все решениями. Такимото сразу переводит Гегорда вниз и выходит на армбар, что казалось бы должно было быть приговором для Лавсоснов. Но Мусаси сумел выйти из этой печальной позиции и забрать спину дзюдоиста, а затем из бэк маунта от души накидать ему по шапке. На шестой минуте рефери поднял бойцов на ноги, но к тому времени Мусаси хорошо поработал над товарным видом японца, который был серьезно нарушен. Врачи осмотрели дзюдоиста и решили, что с такой травмой глаза продолжать не стоит. Бой был остановлен и Гегорд прошел во второй этап турнира гран-при, а избиения дзюдоистов разного уровня и калибра стали в будущем настоящим фетишем для Мусаси. Через два месяца состоялся второй этап на турнире Бушудо 12, на котором Гегорду достался Акихиро Гоно, довольно известный японский середняк, который с кем только не дрался и в какие только передряги не попадал за свою карьеру. Мусаси первым же ударом решил снести голову японца с плеч, но тот, не почувствовав этот хайкик, ответил шлепком на скачке и затем бой перешел в партер, где японец доминировал и большую часть времени находился в топ-позиции сверху. Гоно, находясь за спиной Мусаси, красиво вышел на рычаг локтя и на этот раз не оставил Гегорду шансов. Мусаси постучал и проиграл бой, вылетев с турнира, а это поражение стало вторым в его карьере, и самое интересное, что первое также было армбаром. После этого фиаско с Гоно, Гегорд подрался с кубинским дзюдоистом с пудовыми кулаками Гектором Ломбардом на турнире Бушудо 13 и выиграл этот бой решением судей. Тем самым он стал первым запасным гран-при на случай травмы бойцов, но по воле судьбы это был последний бой Мусаси в Прайде и больше под эгидой этой организации он не выступал. Ну а по поводу Ломбарда, интересен ли вам был бы обзор на этого кубинского вырубателя? Если да, дайте обратную связь в комментариях. Закончив с Прайдом, Мусаси получил приглашение из Кейдж Вориорс и шанс разыграть вакантный пояс в среднем весе. Его соперником стал еще один боец, который только что покинул Прайд, француз Григори Бучилагем, который имел рекорд 5-3 и победу над известным олдскульным бойцом из России Андреем Семеновым. Бой начался с очень плотных обниманий в клинче и перевода в партер от Григори, который оказался в сайт контроле, но он воспользовался своим преимуществом не очень грамотно, за что пришлось поплатиться собственным здоровьем. Француз попытался финишировать Мусаси Хиллхуком, но потеряв позицию, угодил под товарный и полностью груженный пояс. Мусаси не дал ему шансов на выживание и забил голову француза в канвас, тем самым став чемпионом Кейдж Вориорс в среднем весе, и ему на это понадобилось чуть больше двух минут. После завоевания чемпионства, куда только не заносило Мусаси, было дело, он даже дважды подрался на хардкоре. Сначала он брутально прикончил локтями Дамира Миренича, а затем подрался с гламурным киборгом Евангелистой Сантосом, который попав в распятие, принял пару десятков ударов в голову. Рефери побоялся за здоровье киборга и остановил бой, чем очень расстроил Сантоса, который за это время даже не выполнил свой минимальный норматив по пропущенным ударам. Евангелиста был рубака до мозга костей, и для него закончить бой целым лицом считалось дурным тоном, и в знак протеста и своих несгибаемых принципов он даже сам себе решил разбить вывеску. Ну а если серьезно, то вполне уверенная и бесспорная победа Мусаси и работа рефери, хотя может кто-то и не согласен. После хардкора Мусаси прибил Стива Менсинга на турнире М1 в Голландии и на годик основательно задержался в Дрим, где стал участником турнира Гран-при средневесов. Точнее он попал в расширенный список 32 бойцов, из которых должны были остаться 16. Его соперником на этом этапе стал ветеран Денис Канг, который как и Мусаси, где и с кем только не дрался за свою карьеру, и он кстати был финалистом того самого Гран-при Прайд, из которого вылетел Гегард. Канг с первых секунд забросал Гегарда хуками и провел тейкдаун. Он занял сайд-контроль и готовился провести Мусаси Кимуру, который как мог ему в этом мешал и накидывал колени в голову, лежа на спине. Во время своих атак апкиками на спине Мусаси сумел накинуть Кангу треугольник на шею и заставить того постучать. Это был красивый финиш с обмишением от Гегарда, и он по праву залетает в Гран-при Дрим, где на первом этапе ему попадается очередной дзюдоист Донг Синг Юн, которого Мусаси уверенно переигрывает и забирает бой решением судей. 23 сентября 2008 состоялись полуфиналы и финалы Гран-при в один вечер, все точно по прайдовской проверенной схеме. За место первого финалиста вышли подраться Гегард Мусаси и Мелвин Манху, и на то, что этот бой не дойдет до решения судей, смело можно было грузить хату, так как они оба почти все свои бои заканчивали досрочно. А вот так оценили их навыки и шансы эксперты из Дрим. Гегард прощупал дистанцию джебом, а затем хоть и не сразу, но сумел телепортировать Мелвина в Партер, где он имел солидное преимущество в мастерстве. Но Манху почти сразу выходит в позицию сверху и после треугольника поднимает Мусаси над гнездом кукушки. В этом эпизоде должен был быть нокаутирующий слэм в стиле рэмпэйджа, но Манху не Джексон и вместо брутального финиша он довольно бережно бросает Гегарда и затем стучит в знак сдачи. Так что Мусаси затащил бой с Абмишном и остановил опасного нокаутера за полторы минуты, тем самым став одним из финалистов турнира гран-при. Его соперником по финалу стал Жакаре Соуза, который тогда шел на серии из 10 побед подряд. Очень долгая разведка и прыжок Жакаре в ноги Мусаси, но с первого раза перевести Гегарда у Соуза не вышло, а вот вторая попытка вполне себе удалась. Жакаре, который мог замучить Партер любого, не спеша работал сверху и пытался обойти защиту, но затем что-то пошло не так. Мусаси просто наглухо рубанул Жакареап киком, в то время как Аллигатор пытался влететь в гард с ударом. И смотря на Мусаси, похоже он не очень рад победе таким способом, хотя может и рад, но по его лицу всегда очень сложно было прочитать какие-либо эмоции, он слишком спокоен и сдержан. Но так или иначе, для Гегарда это был уже второй в карьере трофей и после чемпионского пояса в Кейдж Вориорс он стал чемпиона гран-при Дрим в среднем весе. На этом Гегард решил не останавливаться и подписался на участие в следующем гран-при Дрим теперь уже в открытом весе. Турнир получил название Супер Халк и собрал воедино настоящую команду супергероев. Боб Сапп, трехметровый кореец, камерунский дзюдоист, убийца гигантов, профессиональный бейсболист, кикбоксер, а также чемпион К1 Марк Хант и Мусаси, которые на первом этапе должны были подраться между собой и выявить главного фаворита и возможного чемпиона, так как все остальные очень уж уступали в мастерстве этой парочке. Невзирая на критику по составу участников, гран-при очень хорошо продавалось и на финал этого турнира собралось более 45 тысяч зрителей, что является абсолютным рекордом организации. Но вернемся к бою Мусаси и Ханта. Начало раунда и Гегард роняет Марка на канвас, а затем занимает сайд-контроль, откуда неспешно накидывает Самансу и готовит прием. На второй минуте Мусаси проводит прямой армбар и заставляет Марка постучать. Очень быстрая развязка в этом громком противостоянии, при этом для Ханта поражение Мусаси стало пятым подряд и четыре из них приемом на руку. Так что Хант слетает на первой стадии, но и Мусаси не смог продолжить турнир, так как получил травму и ему на замену вышел проигравший свой бой Боб Сап. После этого турнира Гегард уехал в Страйкфорс, и это будет следующая глава нашего обзора. Но затем он снова вернулся в Дрим, чтобы принять участие в гран-при из четырех бойцов и стать чемпионом в полутяжелом весе. При этом в финале пострадал очередной дзюдоист Тацуо Мизуно, который был придушен Гегардом на седьмой минуте раунда. После этой победы была одна защита пояса в полутяжелом весе, которую Мусаси закончил брутальным избиением Хироши Изуми, и на этом его японское приключение было окончено. Он покидал страну восходящего солнца в статусе двойного чемпиона Дрим. Приехав в Америку, Мусаси сразу получил шанс побороться за пояс Страйкфорс в полутяжелом весе, которым владел Ренату Сабрал. Опытный бразильский боец, который шел на серии из пяти побед подряд, и в свое время претендовал на пояс чемпиона UFC, но проиграл бой Чаку Лиделу. Мусаси вышел на бой очень расслабленным и спокойным, как будто знал уже исход этого интересного противостояния. Он пробивает миддл кик, и после подхвата ноги завязывается клинч, после чего бой переходит в партер. Гегард не дал шансов Сабралу показать свои навыки грэплинга, которые были очень на высоком уровне. Он просто забил его ударами в канвас, и за одну минуту свергнул чемпиона со своего насеста. Вот такая доминирующая яркая победа Мусаси, 26-я по счету, при всего двух поражениях армбаром, и на тот момент ему было всего-навсего 24 года. Следующим соперником Мусаси в Страйкфорс стал африканский ассасин Римит Ериса Куджу, боец из Камеруна, который представлял тюдо. А как мы уже помним, ребятам из данной дисциплины, Гегард шансов обычно не оставлял. В этом спокойном поначалу поединке, все могло решиться в конце первого раунда, Мусаси забросался Куджу крюками, но ассасин бросил Гегарда на канвас и остудил его чемпионский пыл. А затем он попытался финишировать соперника гильотиной. Видимо, он был не в курсе, что Мусаси можно было остановить только армбаром, а остальные сабы против него не работали. Ну и по классике, опаснейшие обкики от Гегарда, который очень круто перевелся Куджу на канвас в концовке раунда. В этом бою, все решилось во втором раунде. Не совсем понятно, кто кого перевел в партер в этом эпизоде, но Сокуджу оказался в позиции сверху, которую очень скоро потерял. А затем последовала длиннейшая и мощнейшая серия ГНП от Мусаси, которая и закончила этот поединок. Идя на серии из 15 побед подряд, Гегард вышел на свою первую защиту пояса против на тот момент непобежденного Кингмо Лаваля, который тем вечером устроил влажную генеральную уборку октагона спиной Мусаси. Хотя по ударам Мусаси солидно его перестрелял, но запрещенный удар, за который сняли балл, а также куча тейкдаунов и контроль в этом бою перевесили и Кингмо стал чемпионом. Ну а Гегард потерпел свое третье поражение в карьере и впервые проиграл в Америке. После Strikeforce были 4 года выступлений в UFC, где Мусаси 3 раза получил бонус за выступление вечера и выиграл 9 боев из 12. Но в 17 году его пути с UFC разошлись и он отправился в Белатар, где выступает и по сей день. Первый бой в новой лиге Гегард провел с Александром Шлеменко и поединок, который должен был как бы стать разогревочным, получился одним из самых сложных в его карьере. Мусаси выиграл тот бой очень спорным решением судей, хотя многие считают, что Шлеменко был лучший и должен был забирать победу, ну или хотя бы не проиграть. Но случилось так, как случилось, а что сами думаете по поводу данного результата? Мусаси выиграл или просто для Белатар его поражение в первом же бою было бы очень невыгодным? После такого экстремального разогрева Гегард вышел на титульный бой против Рафаэля Карвалью, который шел на серии из 15 побед подряд и для него это была четвертая защита пояса. Но вместо того, чтобы этот пояс защитить, бразилец не только его отдал, но и после данного поражения его карьера пошла под откос. Он уступил пояс чемпиона и из следующих 5 боев Карвалью выиграл всего раз. Ну а Мусаси проиграл с тех пор лишь один бой Рафаэлю Лавату младшему решением большинства и все равно через время он вернул утраченный пояс после того, как бразилец приостановил карьеру, а за вакантный титул Мусаси подрался с Лимой и выиграл решением. По последней информации, следующим соперником Гегарда станет Остин Вандерфорд или же мистер Ванзант, который на данный момент не побежден и имеет 10-0. Что думаете насчет данного боя? Есть ли у мистера шансы против Мусаси или его нолик скоро закончится? Пишите свои мнения в комментариях. Если вам понравился мой обзор и вы хотите помочь мне его продвинуть, ставьте лайки, пишите комменты и отправляйте видео друзьям. Все эти активные действия помогают и придают мотивации, а также кто не подписан, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы оставаться на связи и не пропускать свежих обзоров.